На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Лекция Ирины Кулик» из цикла «Несимметричные подобия в музее «Гараж». Жан Тенгли, Роман Зигнер. Часть первая. Добрый вечер. Ну, сегодняшняя наша лекция, герои нашей сегодняшней лекции отчасти продолжают сюжет, который был в лекции предыдущей, когда мы говорили про Утопина и Сая Гацана, продолжают в том смысле, что это тоже искусство, в котором много чего происходит. Происходят движения, происходят взрывы, происходят всякие невероятные события. Я думаю, что оба художника, о которых сегодня идёт речь, швейцарцы, вот первый раз, когда у нас пара из одной страны, более-менее такой. Я думаю, что Жан и Тенгли представлять, может быть, особенно не нужно, потому что я надеюсь, что многие из вас, может быть, помнят выставку, которая была в ЦДХ в 90-м году, это когда в Москве, в России только начали показывать современное искусство зарубежное, и выставка Тенгли, которая прошла в 90-м году, это была одна из, незадолго до его смерти, это была одна из последних его прижизненных крупных ретроспектив, проходила она в Центральном доме художника, это было совершенно грандиозное событие, это была первая выставка современного искусства, на которую приводили много детей, это была выставка, которая безумно детям нравилась, я думаю, что там многие из этих людей, которые сегодня уже взрослые, может быть, для них это оказалось какой-то такой замечательной инициацией в современное искусство, потому что действительно вот то искусство, которое, в общем, довольно сложно не любить и довольно сложно обвинить в непонятности. Тенгли родился в 25-м году, он уроженец города Базеля, родился он достаточно в простой семье, с семьей своей он не слишком ладил, и вообще нрава был, судя по всему, невероятно бунтарского, потому что 14-летний в Тенгли полиция снимала с поезда, когда он пытался уехать в Албанию, воевать против фашистской Испании, у него были такие авантюрные жилы, наклонности, ребенком он был достаточно одиноким и самостоятельным, и еще с детства он начал увлекаться строительством всяких машин и механизмов, которые он строил за городом, строил в лесах, совершенно не воспринимая их как искусство, а воспринимая их как такое вот детское изобретательство, и систематического художественного образования он не получил, потому что к такому серьезному усидчивому образованию он тоже не был склонен, и учился он в результате уже после войны, он учился на декораторах в большом магазине, и делал витрины, которые можно на этих кадрах увидеть, витрины, которые пользовались огромным успехом, потому что делал он их очень изобретательно и очень интересно. На слайде четыре черно-белые фотографии. На первой фотографии изображен мальчик лет восьми, возможно, это художник в детстве. Он стоит прямо, опустив руки вниз на фоне дерева. На нём большая чёрная кепка, шорты с высоким поясом, рубашка с коротким рукавом, чёрные ботинки. На следующей фотографии изображён молодой мужчина, возможно, тынгли в юности. Он снят крупным планом. Он стоит в полоборота, смотрит в камеру, слегка улыбаясь. У него короткие волнистые волосы, аккуратная прическа, достаточно крупный нос и рот, густые чёрные брови. На нём светлый пиджак и белая рубашка. На третьей и четвёртой фотографии изображены сделанные тенгли в витрины магазинов. В первой витрине разложены книги. Над ними в воздухе закреплены большие ромбы белого и чёрного цвета, внутри которых нарисованы глаза. Во второй витрине расположена одежда и спортивные принадлежности. Одежда развешана в воздухе в различных позах, имитируя людей, играющих в волейбол и гольф. Он пытался учиться в каком-то художественной институции, прогуливал большую часть занятий и занимался самообразованием. В том смысле, что он там в послевоенном базе, которая была, как и Швейцария Первой мировой войны, была местом встречи всевозможных политических беженцев и аутсайдеров. И он общался с кругами поэтов, мыслителей, анархистов. И именно общаясь с этими людьми, получил, видимо, узнал об искусстве, знал о современном искусстве. И ближе всего ему оказались Пауль Клей, дадаисты, сюрреализм. Ну, в общем, достаточно понятные корни, которые могли быть у искусства Тенглии, что тогда было вообще самым интересным, о чём он мог узнать. В 1952 году он переезжает в Париж, который тогда центр, один из центров мировых современной культуры, и начинает уже, осознаёт себя как художник и начинает заниматься, делать первые такие самостоятельные вещи. Тенглии оказывается одним из основоположников послевоенного кинетического искусства, то есть искусства, которое находится в движении. Это те же самые удивительные изобретения, механизмы, но механизмы, которые оказываются, это скульптуры, которые приходят в движение, у которых есть разные функции. Ну, кинетист появился не после войны, кинетические опыты были и в довоенном искусстве, и в историческом авангарде, и у Калдера, и вот этому искусству. Тенглии отчасти наследуют и придумывают эти механические скульптуры и ведёт, собственно говоря, диалог с историческим авангардом. Одни из его первых работ называются, первая серия его работ, это называются они «Мета Малевич», это посвящение Малевичу, но это как бы квазисупрематическая композиция, в отличие от, собственно, композиции Малевича. Находится в движении, она механическая, вот как она устроена, это ящик, в котором есть шестерни, в котором есть колёсики, и это картина, которая постоянно меняется. Причём Тенглии утверждал, что для того, чтобы та же самая комбинация повторилась второй раз, она будет повторяться раз в 10 тысяч лет, то есть невозможно эту картину дважды увидеть одинаково. Кинетическая скульптура Жанна Тенгли «Мета Малевич», 1954 год. Перед нами вертикальный калаш из двух фотографий. На верхней изображён вертикальный прямоугольный короб чёрного цвета, висящий на стене. На нём расположена абстрактная композиция из семи белых линий разной толщины и длины. Линии расположены под разными углами. Некоторые линии пересекаются, некоторые образуют углы, напоминающие стрелки часов. На нижней фотографии изображена задняя часть этого холста. На ней расположен механизм, который приводит эти линии в движение, за счёт чего каждый раз образуется новая композиция. Особенно заметны две большие шестерёнки. Можно сказать, что это картина, которая находится в движении. Можно сказать, что это картина, которая никогда не будет закончена, что это картина, которая находится в постоянной эволюции. И, кроме того, поскольку это механизмы, поскольку это изобретение, поскольку это машина, то это машина, которая издаёт звук. И поэтому механические рельефы называются не просто механическими или метамеханическими, они называются сонорными скульптурами, потому что вот этот самый шум механизма Тенгли ни в коем случае не пытается скрыть, а наоборот делает его частью работы. И вот одна из таких работ посвящена Кандинскому, то есть это действительно выяснение отношений с путешественниками, с основоположниками абстракции. И забавным образом, собственно говоря, продолжает идея Кандинского, для которого очень важен был звук. Кинетическая скульптура Жанна Тенгли «Чудо-машина. Мета-Кандинский 1. 1956 год». На фоне белой стены выставочного пространства висит цветная кинетическая скульптура. На сером горизонтальном прямоугольнике расположены всевозможные геометрические формы разных цветов. Фигуры плоские, но представляют собой отдельные куски материала, расположенные на разном расстоянии от серого фона. Между фигурами натянуты серые верёвки, которые соединяют все фигуры в один механизм. Эти верёвки вращают расположенные на работе фигуры. Среди фигур больше всего кругов разного размера. Круги серого, белого, жёлтого, красного, коричневого цветов. В правом нижнем углу композиции расположен большой круг, наполовину белого, наполовину серого цвета. Присутствуют близкие к треугольнику формы. Голубой треугольник с закруглённой стороной, белый тонкий вытянутый треугольник с закруглённой стороной, похожий на перо. Есть и изогнутые прямоугольные формы, жёлтого и зелёного цветов. На экране работа Тенгли, похожая на описанную ранее. На сильно вытянутом горизонтальном холсте множество белых геометрических фигур. Все фигуры двигаются, раскачиваются, вращаются, перемещаются по холсту. Понятно, как это работает. Просто действительно, смотреть Тенгли только в репродукциях, это немножко как смотреть фильм только в стоп-кадрах. Это действительно, надо всё время иметь в виду, что это действительно двигающиеся работы, а не неподвижные. И работы, которые предполагают бесконечную комбинаторику. Вот эта вот штука, которая называется «Яйцо Оно Крутали». Я не знаю, что это за мифическое создание, но допустим. Кинетическая скульптура Жанна Тенгли, рельеф неопластического яйца номер 2, 1958 год. На фоне белой стены висит чёрный квадрат. На фоне этого чёрного квадрата расположены белые округлые геометрические фигуры. Некоторые из них похожи на капли. Одна из фигур напоминает клык, ещё одна напоминает по форме палитру. Фигуры расположены хаотично на разных уровнях от чёрного квадрата. Фигуры вращаются вокруг своей оси, бесперерывно складываясь в новые абстрактные композиции. Теоретически этот объект в какой-то момент может сложиться в это яйцо, может сложиться в идеальный овал. Но поскольку вариантов бесконечность, возможность, что зритель действительно увидит это в виде идеального овала, практически не равна нулю. То есть, может быть, кому кто-то один раз в жизни видел этот рельеф в виде яйца. Но вообще оно бесконечно меняется и трансформируется. То есть, это работа, которая находится в постоянном становлении. Можно сказать, что в постоянном разрушении. Что это живопись, которая разлагается, постоянно меняется и постоянно картина является либо незаконченной, либо разрушенной. Вот это самая идеальная картинка, которая должна быть. Плюс к тому, как вы видели, я думаю, что вы почувствовали по этому маленькому видео, которое мы смотрели, в движении, когда абстракция приходит в движение, там происходит один очень странный эффект. Она оказывается дико забавной. Картина Кандинского или картина Малевича, приходящая в движение, неожиданно оказывается немножко комической. Она пытается быть живой. И этот самый комический эффект движения, привнесенного в абстракцию, начинал в русле абстракции, в русле абстракции, будет постоянно обыгрывать. Работа его пользуется огромным успехом. В 1959 году, например, получают заказ на оформление фойе оперного театра в Германии. Это одна из самых таких амбициозных построек, новый оперный театр, ультрасовременный, конец 50-х годов. И второе фойе этого театра оформляет и в Кляйн своими замечательными этими синими рельефами, губками. Кляйн и Тенгли дружили и сотрудничали. Они в какой-то момент оказались, в 60-м году они оба оказываются участниками группы «Новые реалисты». И, в общем, тоже надо все время помнить, что переосмысление того, чем может быть современное искусство, что такой процесс создания искусства, которым занимался. И в Кляйн также был очень близок и интересен Тенгли. В том же году Тенгли пишет свой манифест, который можно считать манифестом перезапуска кинетизма и продолжения идеи исторического авангарда. Манифест этот называется «За статику». Но, на самом деле, речь в нем абсолютно не о статике, а наоборот о том, что единственное, что постоянно в мире, единственное, что в мире неизменно, это то, что мир находится в движении. И вот в этом движении надо пребывать, надо перестать пытаться изобразить движение и время, потому что мы и есть движение и время. Надо перестать заботиться о незыблемых ценностях, надо перестать строить, стремиться построить соборы и пирамиды, потому что они все равно обратятся в руины. То есть надо мыслить в движении, надо пребывать в движении, надо отказаться от устаревших представлений о времени и перестать мерить время минутами, часами и годами. И надо отдаться абсолютному настоящему моменту, который есть в момент чистого движения. Такой манифест, очень напоминающий на самом деле риторику манифеста в 10-20-х годах. И манифест этот, опять-таки, в абсолютно стиле итальянских футуристов в 10-х годах. Там Тенгли разбрасывает самолеты над городом Дюссельдорфом. Почему Дюссельдорфом, я не очень знаю. Может быть, он там упал на бояс в какой-то момент, который как раз был в этом городе. Вот такая была замечательная акция. И вторая акция. В этот момент он уже действительно достаточно известный художник, который очень быстро стал популярным. Который очень быстро всем понравился, в том числе и широкой публике. Потому что действительно искусство невероятно обаятельное, которое очень сложно не полюбить. Именно в силу своей забавности некоторой, в том числе. Он делает такую манифестацию в цикломатический вечер в Лондоне. То есть это идет уже такая совершенно международная карьера. И в Лондоне оказывается, что эти его механические механизмы, которые он сочиняет, эти его кинетические объекты, движущиеся объекты. Оказываются, в общем, уже не скульптурами, не объектами, а не картинами. Оказываются в начале совершенно нового жанра, который как раз в 50-е годы появляется. Жанр хэппининга. Что, в общем, они разыгрывают представление, что их не нужно созерцать, их нужно рассматривать, как они разыгрывают некое представление, некий спектакль. И вот такой вот спектакль, вот таким вот хэппинингом, механическим хэппинингом. И был этот самый вечер в Лондоне. Более того, с 50-х к середине 50-х годов Тенгли придумывает совершенно новую идею кинетизма. Действительно уникально, что кинетические объекты, кинетические скульптуры – это не просто живопись или скульптура, которая пришла в движение. Это не живопись-машина, а это машина, которая создает живопись, это машина, которая создает искусство. И в середине 50-х годов он конструирует машины, которые рисуют, рисовальные машины. Тоже пользующиеся огромным успехом. Это машины, которые выставляются на первой парижской биеннале. В 59-м году в Париж запускают свою биеннале. Вторую – в Европе, после венецианской, которая самая древняя, да, еще появилась раньше, чем современное искусство. И третью в мире после биеннале в Сан-Паулу. Вот как бы появляется эта парижская биеннале, которая сейчас, в общем, исчезла практически, и ведет призрачное существование. Тогда она только-только появляется. И, собственно, звездой этой биеннале становится Тенгли с его удивительными машинами, которые создают рисунки. Эти рисунки раздаются, как сувениры публики. И это тоже замечательная история, потому что что такое машина, которая делает рисунки. Если эта машина делает абстракцию, вот те механизмы, которые могут придумать, могут сконструировать Тенгли, это механика, да. Это машины, которые могут создать только вот эти, как это, каля-маля, да, вот то самое, что всегда все видят в абстракции, вот эти самые абстрактные каляки. Они создают каляки. И, ну, при этом они делают это как с таким вот свойственным машином, как бы это сказать, энтузиазмом, да. И, соответственно, они пародируют именно ту абстракцию, которая в то время является, ну, почти самым уважаемым искусством. То, что в Америке называлось абстрактный экспрессионизм, то, что во Франции называлось ташизм. И вот этот ташизм, искусство ставить пятна, был чем-то таким вот, как бы, вот знаком свободы, знаком вот такого вот абсолютно искусства, против которого нельзя возражать. Потому что если ты возражаешь против абстракции, значит, ты на стороне там тоталитарных режимов, которые угнетают абстракцию. Поэтому желание спародировать эту абстракцию во французском искусстве, ташизмскую, да, в которой, как в любом искусстве, которое чувствует, что оно стало мейнстримом, возникает много халтурного и возникает много пафосного. Оно было для всех таким очень общим для французских художников. И в Кляйну тоже на этом фоне придумывают монохромы, то есть не живопись, а просто закрашенные холсты. А Тенгли придумывает вот такие вот машины, которые занимаются живописью и которые занимаются и тоже крайне зрелищно превращают в хэппининг. Можно еще посмотреть видео, даже, может быть, два подряда. На фоне белой стены стоит черная скульптура. Внизу у скульптуры три тонкие ножки, расставленные в разные стороны, как у штатива. От точки соединения ножек влево уходит длинный металлический пруд, слегка изогнутый вверх. Над ним, словно части какого-то механизма, закреплены при помощи веревок и тонких металлических прутиков черные круги и один черный полумесяц. Вправо также уходит изогнутый пруд. Он в два раза короче первого и сильнее изогнут вверх. На нем закреплен большой прямоугольный лист. От механизма с черными кругами к листу тянется тонкий пруд, закрепленный на конце грифеля. Когда машина работает, лист и грифель приходят в движение. Таким образом, на листе появляется абстрактный рисунок из линии. Мы все не успеем посмотреть. Появляются действительно вполне себе экспрессивно работающие машины. И единственное, что, наверное, не додумал в тот момент Тенгли, что наверняка додумали бы художники следующего поколения, это то, что, конечно, эти работы надо продавать. И выяснить, каков их коммерческий статус. Является ли листик исчерканной машины Тенгли, является ли он произведением Тенгли. И вообще является он произведением искусства. То есть лет 20 спустя именно это было бы, наверное, главной историей этих машин. Но Тенгли их просто раздавал. И даже когда были выставки, где показывались недавние, с реконструкцией этих работ, все равно, как и полагается, эти листочки можно забрать с собой. Они не имеют статуса самостоятельного произведения искусства. Хотя это тоже очень интересный вопрос. Является ли это произведением и чьим произведением? В принципе, это все является произведением Тенгли. Машина, действительно, это все дико успешно, дико всем нравится. Остальные участники Парижской биеннале обижаются на Тенгли, потому что ему дают отдельный зал, потому что там все только про него и говорят. Машины эти разрастаются, становятся все более и более причудливыми, все более и более фантастически. Это вполне себе машина из научной фантастики. Это машины, у которых возникают еще какие-то дополнительные, тоже совершенно безумные функции. Вот такая вот машина, как под названием Рота Заза, она, например, умеет бить бутылки почему-то. Можно еще одно видео показать? Выставочный зал, свет приглушен. В зале расставлены стулья. На стульях сидят зрители. У одной из стен стоит инсталляция Тенгли, она состоит из двух частей. Слева массивная металлическая тренога, сверху на которой закреплены три больших колеса. Между колесами расположен молоток. Справа штатив, сверху на котором расположен небольшой механизм из шестеренок с ручкой. Между частями машины натянута веревка, на которой подвешены бутылки. Перформер в белом комбинезоне вращает ручку на правой части. Веревка с бутылками двигается, они попадают под молоток, который их разбивает. Спасибо. Мне очень нравится в современном запускании этой машины, что техник, который ее обслуживает, одет почти в лабораторную униформу. Что это оказывается, что он не механик на заводе, что это почти сайенс-арм, что это что-то очень стерильное и лабораторное. И сейчас можно, конечно, читая и прочесть, что это машина, которая там экологическая, которая утилизует мусор. На самом деле, конечно, я думаю, что во времена Тенгли, вот этого, в 67-м году, такого экологического пафоса утилизации отходов вообще не было, как идея, что это просто машина, которая очень веселая и максимально громко что-то разрушает. Это машина, которая создает хаос. Машина, которая хулиганит. И вот это самое, как бы, то, что машины могут хулиганить и создавать, это тоже одна из идей Тенгли, которая устраивает со своими машинами там тоже в 60-е годы в Париже вот такой вот парад, там, он Парнаси, около его мастерской, который на самом деле выглядит не столько, который, конечно, отчасти военный парад, когда техника идет по площади. А с другой стороны, это карнавальное шествие с колесницами, да, то есть это такой замечательный парад вот этих безумных изобретений, тоже, который, поскольку карнавал и парад, это такие, как бы, ну, это то, что привычное для города событие, которое тоже, наверное, даже невозможно было не полюбить. И он создает уже там не только машины, которые рисуют, или машины-картины, а создает огромное количество разных объектов, по-разному себя ведущих, объектов, которых он, как изобретение, в которых он использует всякие готовые предметы, да, или отчащий мусор, вот такой замечательный холодильник, который называется холодильник Марселя Дюшана. На слайде несколько черно-белых фотографий, фотодокументация парада машин, проведенного Жаном Тенгли. По улицам города проезжает парад из замысловатых механизмов Тенгли. Эти машины напоминают велосипеды и сделаны из самых разных металлических деталей. Велосипедных и автомобильных колёс без шин, соединённых велосипедными цепями и резиновыми ремнями, металлических бочек и конструкций. Машины соединены между собой механизмами из колёс в длинную цепь. На фотографиях видно не менее пяти машин. Скульптура Жанна Тенгли «Холодильник Марселя Дюшана, 1960 год». Скульптура представляет собой небольшой старомодный холодильник белого цвета. Дверь холодильника открыта нараспашку. Внутренняя часть холодильника выкрашена в красный цвет. Внутри расположен механизм, состоящий из проводов и различных коробок красного и чёрного цветов. Это тоже объект движущий. Это объект, который, когда к нему приближаешься, он стоит как бы закрытый, тихий холодильник, но когда к нему подходишь, он там распахивает дверь, издаёт страшный скрежет, светится красным и ведёт себя немножко как предмет из аттракциона ужасов, такая пещера ужасов, холодильник, который тебя пугает. А посвящается он, как бы, он не столько посвящён Марселю Дюшану, потому что это, конечно, традиция рэдди-мэйда, там всё такое, всё такое. Это просто холодильник, который Дюшану, по каким-то соображениям, подарил Тенгли. И Тенгли, видимо, решил, что холодильник, подаренный Дюшаном, просто не может не стать произведением искусства, и сделал вот этот самый такой омаж Дюшану. Омаше его Кляйну, где вот эта удивительная машина служит для того, чтобы поднимать диск евкляйновского синего, там, балуба. Это тоже очень... название этой работы – это название конголесского племени. Это было племя повстанцев, которые воевали за освобождение Конга на стороне Патриса Лумумба. И работа сделана через год после гибели Патриса Лумумба и сделана как такое инополитическое посвящение. Скульптура Жанна Тенгли «Балуба», 1961 год. На фоне белой стены выставочного пространства стоит скреплённая из отдельных частей различных механизмов скульптура. Она стоит на каменном прямоугольном бруске. Скульптура отдалённо напоминает человека. Роль таза и ног выполняет низкая опора из двух каменных блоков, соединённых горизонтальным металлическим прутом. Роль туловища – изогнутый металлический прут. С верхушки прута свисают цепи и металлическая палка, напоминающая руки. С верхушки металлического штыря туловища также свивают небольшие пруты, на которых висят круглые предметы, похожие на дверные звонки. Один зелёный, другой красный. Они напоминают глаза. И Тенгли рассказывал, что его поразило, когда он видел в хрониках или фотографии этих самых племени Балуба, что они свои пулемёты, оружие современное, которое они использовали, украшали всякими оберегами, перьями. Вот такое, то, как они изменяют и трансформируют современную технику, превращая её в такую, утаскивая её в такие архаические, как бы магические миры свои. И то, что он делает, он делает остатки техники, остатки какой-то современной машинерии, которая превращена в такой объект почти архаической, дикарской, неполиткорректно выражаясь, культуры, хотя для него вот это понятие благородного дикаря руссоевского вполне работало в данном случае. Машины начинают получать другую, как бы, некую ещё одну функцию. Это не только машины, которые оживляют искусство или создают искусство, это машины, которые оживляют повседневный мир, оживляют повседневность. Тенгли принадлежал, как я уже говорила, к направлению новых реалистов, новые реалисты, как и поп-арт в Америке, как и неодадаисты, как Раушенберг, Джаспер Джонс американский, о которых мы говорили. Это желание вернуться из башни слоновой кости, которую воздвигла абстракция, вернуться обратно к повседневности с её ссором, с её отсутствием иерархии деления на высокое и низкое, с её кичем, с её вот всякими... И вот этим самым, как бы... И это отсылка к дадаизму, поскольку, конечно, очевидно, что для Тенгли, наверное, один из самых важных художников, это Швиттерс. Швиттерс, придумавший первым, что искусство можно делать из мусора. И эту идею мусора, которая была там важна для Раушенберга, которая вообще была, как бы, идея про мусор, которая была очень важна для 60-х годов и вернулась там вплоть до... чуть позже Ильи Кабакова у нас. То есть, такая вот одна из историй вот этого ожившего мусора. И в этот момент работы Тенглии, вот эти машины Тенглии превращаются в такие замечательные, как бы, ожившие помойки, которые оказались невероятно витальными и весёлыми. И, опять-таки, звучащие, но он и отказывался от звука. Он делал такие вот радиоскульптуры, в которых действительно было радио, в которых действительно был звук. Но радио, которое уже не транслировало никакой внятной трансляции, потому что трансляция гасилась шумами, которые эта же машина издавала. Машина Жанна Тенглии, радио WN Wire NR15, 1962 год. На белой стене, на небольшом расстоянии от неё, закреплён квадрат из прозрачного пластика. На левой половине пластиковой пластины закреплены небольшие колонки и фрагменты механизма. По нижнему краю пластиковой пластины, чуть левее от центра, расположена жёлтая металлическая пластинка со множеством круглых отверстий. Правее от неё, вплотную к её правому верхнему углу, приделана маленькая чёрная колонка. По верхнему краю пластикового квадрата, чуть левее от центра, закреплена ещё одна такая же колонка. Части механизма соединены чёрными проводами, закреплёнными на пластике с помощью чёрных прямоугольных кусков изоленты. Тоже некие манипуляции с радио, которые были с информационным шумом, с информационным мусором, которые очень были популярны в 60-е годы, в том числе и в музыке. Музыкальные произведения, включающие в себя манипуляции радиотрансляции, то, что придумывал Кейдж, например, то, что там дошло даже до поп-музыки, до рок-музыки, включая бивз какой-то есть, на Сержанте Пеппере есть альбом, где они тоже самой игрой с настройкой радиоприёмника занимаются. Но это тоже такой тренд времени. Огромное количество заказов, да, заказы. Он делает выставку в Японии и там делает, видимо, из деталей японских машин в том числе. Машины его очень интересовали, и к его страсти к машинам, не к механизмам, а к автомобилям мы ещё вернёмся. И в 60-м году он делает ещё один грандиозный хэппининг, который называется «Посвящение Нью-Йорку». Делает он его в Нью-Йорке. Чёрно-белая фотодокументация работы Жанна Тенгли «Посвящение Нью-Йорку», 1960 год. На тёмном фоне мы видим большой сложный механизм белого цвета. Механизм высотой примерно в два или три человеческих роста. Ширина машины почти равна высоте. Машина состоит из двух высоких прутов и нескольких горизонтальных тонких балок, закреплённых на каждом из них. Между прутами расположены механизмы из множества колёс разных размеров. На вершине этой машины расположен огромный белый шар. Он закреплён на большой дуге и напоминает гигантский глобус. Нижняя часть механизма окутана клубами пара. «Это вот такая вот гигантская тоже конструкция, гигантская машина, смысл которой, назначение которой было в том, чтобы эта машина как можно более зрелищно, красиво, громко, с срывами, с грохотом, искрами и так далее, разрушилась. И это машина, назначение которой самоуничтожится, да, то, что никогда не заложено в функционировании ни одной нормальной машины. И помогал ему он делать это. У него был действительно, вот Инли был потрясающий, дима, такой инженерный дар природный, но эту машину он конструировал вместе с тем же, Бобом Клёвером, по-моему, тем же техником, который помогал инженерам очень высокого класса, который помогал Раушенбергу в его лаборатории новых медиа. То есть это такая еще одна интересная фигура вот этого начала сайенс-арта или искусства новых технологий. Вот такую тамаж Нью-Йорку, огромный хэппининг с раморазрушением. Можно видео посмотреть, кусочек. На экране молодой Жан Тенгли на фоне инсталляции. Описанная выше работа в действии. Колеса вращаются, рычаги двигаются, вокруг машины поднимаются клубы пар. Среди деталей машины видны языки пламени. Сквозь пар и дым видна яркая вспышка, но непонятно, что послужило ее источником. Частью машины являются детали фортепьяно. На экране механические молоточки бьют по клавишам. Вот такой вот саморазрушающаяся машина. Вообще-то идея саморазрушения, саморазрушающейся конструкции, хаоса. И, кроме того, для Тенгли была приятная машина, чтобы эта конструкция, которую она сооружает, была изначально красивой, чтобы разрушать ее было жалко, что это не просто какая-то страшная груда мусора, которая туда ей дорога, что она разрушается, что это что-то очень красивое, сложно выстроенное, которое разрушается. И еще одна вещь, которая в этой истории про саморазрушение важна, наверное, это то, что машина долгое время, идея машины ассоциировалась с этой идеей бессмертия, что машина вечна, что машина нас переживет. И когда Орхол говорит, что я хотел бы стать машиной, это значит, что я хотел бы получить бессмертие. А то, что показывает Англии, что машина смертна, что машина точно так же обречена на разрушение, как и человек. И что поэтому машину может быть жалко. То, что никогда не было заложено в идее машины, что машину может быть жалко. И такие же несколько историй с самосразрушениями, с замечательным названием «Этюд конца света номер один», который он делает в Европе, Германии, по-моему, и «Этюд конца света номер два», который он делает в Америке. Причем делает он это для американского телевидения, это делается для съемки, и съемку мы это посмотрим, и делается это в очень исключительно правильном месте. Делается это около Лас-Вегаса, где понятно, что очень много машинок, в том числе этих игровых автоматов, которые тоже там исключительно звенят, шумят, блестят и сверкают. Но это пустыня Невада. Это место, где находится тоже около Лас-Вегаса, находится самый большой в Америке полигон ядерных испытаний. Поэтому вот такое вот ядерное испытание, там, собственно говоря, имитирует Тенгли, устраивая свой этюд «Этюд конца света». И тоже очень важно вспомнить, да, что такое техника в то время, что делает Тенгли. Тенгли – это человек, который пережил только что не так давно закончивавшуюся у всех бывшую на памяти Вторую мировую. Он того же возраста, по-моему, того же возраста, что у Тупина, в том числе того же поколения, того же круга. И вот этот вопрос реабилитации техники, переосмысления техники, которая ассоциировалась с войной, которая ассоциировалась с разрушением, прежде всего, был очень важен. Тенгли пережил подростком, да, пережил ребенка, пережил бомбардировку Базеля. И на его глазах он видел, как снаряд снес голову женщине, которая задержала ребенка на руках. Он подобрал этого ребенка, потому что взрослые были в таком шоке, что не в состоянии были это сделать. Он видел, что какую смерть и какое разрушение несут машины. Поэтому вся история про весь интерес к технологиям, которые в европейском искусстве появляются после Второй мировой войны – это история, как эту технологию реабилитировать, как с ней примириться. Поэтому то, что делает Пины, он делает технологию гармоничной с природой, утопической. То, что делает Тенгли, он показывает, что технология может быть беспомощной, да, что машина саморазрушается, что машина лучше, что она может сделать, это разрушится, что машина бренная и что машина смешная. Вот сделать технологию смехотворной, сделать технологии пародийными – это то, что придумывают и в высшей степени нефункциональными. Это то, что придумывают Тенгли. И вот такой вот последний из вот таких больших хэппинингов – это хэппининг, который был сделан в Милане на такой запоздалый, да, это десятилетие нового реализма. Фестиваль, посвященный десятилетию нового реализма, такой совсем уже карнавальный жест, собственно говоря, он построил такой огромный фалос, который в момент взрыва и оргазма тоже, естественно, самоуничтожился. Это такая вот последняя пародия на вот эти все технологические концы света, которые придумывал Тенгли, ну и на ту как бы сексуальную коннотированность механизмов, которые тоже в культуре всегда присутствуют. Так что машина – это всегда какой-то механик, это всегда выражение каких-то фаллических символов, которые он там в конце концов построил. Ну, Тенгли работал не только один, он работал в соавторстве с Никитой Санфаль, французско-американской художницей, с которой он знакомится в 1955 году, и многие их вещи сделаны в соавторстве. А Никита Санфаль – наследница очень аристократической, богатой семьи, при этом она против этой семьи взбунтовалась, пережила страшную депрессию. Она как и Тенгли автодидакт, она почти художник-самоучка, она начала рисовать, чтобы выйти из депрессии, ей это помогло. И красавица, которая работала в юности, чтобы как раз получить финансовую независимость, была моделью, была манекенщицей. И Тенгли с ней знакомятся, они друг в друга влюбляются и начинают в том числе работать вместе. Причем вначале Тенгли начинает помогать Никита Санфаль своим техническим инженерным даром, который у него был, Никита Санфаль – скульпторша. А она предлагает ему ввести цветы, какие-то эти эфемерные элементы в его механические работы. В одном из интервью он рассказывает, что да, вот она пришла ко мне в мастерскую, видела какую-то мою движущуюся конструкцию с радио, сказала, хорошо бы сюда добавить перья. И как вы видите, перья он туда добавлял в результате. И Никита Санфаль прославилась такими огромными скульптурами, с такими гипертрофированных женщин, которых она называла «Нана». «Нана» – это девочка на французском, такое сленговое обозначение женщины. И вот такую огромную женскую фигуру она делает для Стокгольмского музея, тогда в то время очень передового. Это женская фигура, внутрь которой зрители могли входить, входить через вагину, входить, действительно, рождаясь и вспять. И внутри там был музей, кинотеатр, бар, то есть там такой целый мир был. Это было такое очень феминистическое высказывание, она была, естественно, феминисткой. Чёрно-белая фотодокументация скульптуры Ники де Санфаль и пера Олафа Ультвидда. Она. 1966 год. В выставочном пространстве лежит огромная женская фигура с толстыми крупными ногами. Фигура несколько десятков метров в длину. Она похожа на огромную тряпичную куклу. Видны только ноги и большой круглый живот женщины. Она лежит на спине, ноги согнуты в коленях. Фигура покрыта крупными узорами. Вместо половых органов у фигуры проход в форме арки, через который идут люди. И конструкцию этой огромной скульптуры ей помогал делать Тенгли. Потом они, собственно говоря, начали делать совместные работы. Один из первых, один из их совместных проектов, таких грандиозных, потому что и Ники де Санфаль, и Тенгли были художниками очень успешными. У которых была куча коллекционеров. И для них, именно в силу их успешности, было очень важно, но при этом достаточно левацких убеждений. Для них, именно в силу их успешности, было очень важно делать публичные работы, делать паблик арт. Делать то, что может принадлежать всем. Поэтому они брались за как раз такие самые попсовые предложения, в том числе делать работы для всемирных выставок. И вот это вот «Фантастический рай» – это совместный огромный проект Ники де Санфаль и Тенгли, сделанный для всемирной выставки в Монреале, для французского павильона. Это проект, который представляет Франция. Там есть как раз сопоставление мужского. Это сейчас он находится, по-моему, тоже где-то в Скандинавии, поэтому это тут современный вид такой, со снежком очень эффектный. Цветная фотодокументация – скульптур Жана Тенгли и Ники де Санфаль. Скульптура покрыта снегом, поэтому трудно различить детали. Это композиция из трёх фигур. В середине стоит механизм Тенгли из тёмного металла, а по бокам – крупные цветные скульптуры де Санфаль. Механизм состоит из вертикальной, слегка изогнутой металлической опоры, на которой закреплены несколько металлических колёс разного размера. Скульптура слева напоминает стоящую на одной ноге полную темнокожую женщину в слитном купальнике в красную вертикальную полоску. Большая грудь выделена жёлтыми кругами. Скульптура справа выглядит, как стоящая на руках женщина зелёного цвета. Она также очень полная, с широким тазом и маленькими ножками. На ней также слитный купальник с графичным чёрно-белым узором. Фигуры выполнены нереалистично, упрощённо. У женщин маленькие круглые головы, большие круглые груди и ягодицы. Переходы между частями тела сглаженные. Тенгли делает железяки, Никита Санфаль делает большие яркие скульптуры. Это как раз такое противопоставление мужского и женского, которое находится в антагонизме, в дополнении, в конфликте, в какой-то эротической игре, которая происходит между этими очень разнородными скульптурами, созданными двумя разными авторами. И несколько лет спустя они начинают задумывать самый грандиозный свой паблик-арт-проект, уже сделанный не на заказ, сделанный на их собственные средства с помощью меценатов. Это огромная скульптура-циклоп, которая находится в лесу, недалеко от Парижа, на которой они работали много-много лет. И основные деньги вложила как раз Никита Санфаль, который коллекционер купил какую-то огромную скульптуру за большие деньги. И все эти большие деньги она вкладывает в этот их совместный проект. Огромного паблик-арта. Это целый, ну вот такой действительно голова-циклопа, которая является, голову делает, маску эту делает Никита Санфаль, которая в последний момент решает сделать ее зеркальной, чтобы она почти растворялась в этом лесу, почти мимикрировала в зелени. А всю как бы механическую начинку делает Тенгли. Скульптура Никита Санфаль и Жанна Тенгли «Циклоп». 1969-1994 годы. Перед нами огромная скульптура в виде человеческой головы из прозрачного материала, напоминающего подтаявший лед. Скульптура снята сбоку. Видно, что она состоит из двух частей. Слева огромное лицо, сделанное де Санфаль, это лицо циклопа человека с одним глазом. Лицо несимметричное, деформированное. У него крупный широкий нос, большой открытый рот, в полы подбородок. В верхней части расположен единственный глаз. Глаз выполнен в виде золотого круга. Изо рта до земли идёт горка, сделанная из того же материала. Задняя часть скульптуры представляет собой сложный механизм чёрного цвета, из множества слепленных между собой металлических колёс и труб. Кроме того, туда можно войти. Он приглашает всех своих друзей и художников как-то поучаствовать в создании начинки этого огромного агрегата. Даже, я не знаю, это скульптуры дома, города, какого-то фабрики с непонятного назначения, которую они создают в лесу. Ну и такая самая известная их коллаборация, я думаю, которую все видели, которая, в общем, стала таким же символом Парижа уже, как Эфелева башня. Это фонтан Стравинский. Работа Жанна Тенгли и Ники де Сенфаль «Фонтан Стравинский, 1983 год». Большой фонтан на площади возле готического собора Святой Марии в Париже. Слева, на заднем плане, стены собора из коричневого камня с высокими стрельчатыми окнами. Справа – старое здание с бежевыми стенами, расписанными граффити. На переднем плане – большой фонтан прямоугольной формы. В фонтане хаотично расставлены различные скульптуры Тенгли и Сенфаль. Металлические, механические, чёрного цвета скульптуры Тенгли соседствуют с яркими разноцветными фигурами Сенфаль. Одна из них похожа на большую птицу с распростёртыми крыльями, внутри которых проделаны отверстия. Другая изображает красные женские губы, из которых льётся вода. В центре фонтана расположена чёрная металлическая скульптура Тенгли в форме скрипичного ключа. Центра Помпидо на площади Стравинского тоже такое невероятно жизнеутверждающее зрелище. При этом сам Тенгли – это их совместная коллаборация с этим сочетанием машин и цветных таких почти детских скульптур, которые делала Никита Сенфаль. И одновременно сам Тенгли начинает тоже создавать монументальные вещи, монументальные, которые для него важны, потому что это публичное искусство, доступное широкой публике, в виде гораздо более жёстких и сложных механизмов. Вот такая огромная скульптура Эврика, которая гораздо больше машины, гораздо более машины, связанные вот не такие эфемерные механизмы, которые рисуют картинки, бьют бутылки и хулиганят. Такая уже более серьёзная машина, монументальная форма. Скульптура Жанна Тенгли Эврика, 1964 год. Перед нами огромная металлическая скульптура, стоящая в парке. Вокруг скульптуры аккуратно подстриженный низкий кустарник. Скульптура стоит на ровном прямоугольном постаменте. Скульптура состоит из разных элементов – рельсов, колёс и других фрагментов механизмов. Скульптура чёрного цвета. Это нагромождение элементов образует подобие большого механизма. Чёрно-тёмная, которая гораздо в большей степени связана с промышленностью. Что это действительно не гаджет, не игрушечная машинка, а некая серьёзная механика, некий серьёзный механизм, почти угрожающий, который при этом очень аккуратно сделан так, чтобы ничего из этого не было функциональным. И вот с такими вот серьёзными, но непонятно, но не производящими ничего машинами Тенгри будет работать всё это время для той же выставки, Монреальской всемирной выставки. Удивительным образом он там участвует в двух национальных павильонах. Во французском один делает проект вместе с Никитой Санфаль, а в швейцарском павильоне он делает сольную скульптуру, которая называется «Реквием для сухого листика», где действительно есть один листик белый, и огромная машинирия, которую этот листик единственный приводит в движение. Вот этот падающий сухой листик, который падает через всё это, благодаря этой огромной машине, гораздо более строгой, эстетской в современном понимании. Скульптура Жанна Тенгли и Бернхарда Люгенбюэля «Гиганталеум», 1968 год. Скульптура сделана полностью из тонких металлических реек, колёс и решёток. Конструкция напоминает макет фантастического фабричного здания высотой шириной около метра. В центре, на небольших сваях, возвышается несколько открытых этажей, соединённых маленькими винтовыми лестницами. Слева к зданию прилажено большое колесо с кабинками, похожее на колесо обозрения. По высоте колесо равняется высоте всей конструкции. С крыши здания вправо до пола спускается большая металлическая дуга. Она объёмная, сверху дуга покрыта листом металла, как крышей, а снизу собрана из металлических прутев, образующих решётку с крупными треугольными ячейками. Дуга широкая сверху и сужается у земли. И вот эти машины, которые напоминают заводы, которые напоминают индустриальную архитектуру, которую снимали Бехера, например. Причём индустриальную архитектуру в тот момент, когда индустриальная эпоха заканчивается, которая оказывается заброшенной. Вот с этой эстетикой начинает работать Тенгли, делая такой реквием по концу большой промышленной эпохи, которая как раз тогда наступает, и по машинам, которые представляют собой противоположность того, что есть машина. То есть это не порядок, это хаос, как называется. Вот такая штука, сделанная в Америке для американского торгового мола. Скульптура Жанна Тенгли «Хаос-1», 1974 год. Большой зал с белым полом и стенами. Дальняя стена полностью стеклянная. В центре зала стоит скульптура Тенгли из тёмного, почти чёрного металла. Это огромный механизм высотой около 5 метров и шириной около 15. Правая треть конструкции состоит из огромных металлических колёс, соединённых толстой лентой в единый механизм, толстых металлических опор и подъёмного механизма, вроде гигантской лебёдки. Центральная и левая части конструкции также состоят из толстых металлических опор, на которых закреплена большая изогнутая труба. Стены трубы сделаны из редких металлических прутьев и напоминают клетку. Внутри трубы катается большой металлический шар. Труба сильно изгибается и напоминает американские горки или водную горку в аквапарке. В центре конструкции возвышается огромный винт Архимеды. Вертикальная конструкция, похожая на винтовую лестницу, но вместо ступеней гладкая поверхность. Машина, устройство, которое благодаря всем своим многочисленным колёсикам, наверное, больше всего напоминает такие огромные, незаконченные или полуразрушенные часы. Такие вот сумасшедшие, огромные механические часы. И, как ни странно, это может быть такая натяжка, но эстетику, в которой работает Тенгли, очень хочется сравниться с темпанком. Это такое направление в научной фантастике и в дизайне уже сейчас, в культуре, которая придумывает альтернативную историю развития технологий. Это мир, в котором так и нету электричества. Но зато есть невероятно сложные машины, которые работают на паровой тяге. Это переразвитая механика при отсутствии электроники. Это довольно много фильмов, да, это кинофантастика в основном. Это отчасти мир Миядзаки, отчасти мир каких-то лиговодающихся джентльменов. Ну, вот из таких популярных примеров, как это. И у этой эстетики паровой панк, да, стимпанк. Там есть два объяснения этого мира. Одна версия, что это эволюция человечества пошла другим путём, и поэтому не в сторону электроники. А другая, что это пуст апокалипсис, и что это мир, который придумывается заново. И любимым элементом этой стимпанковской эстетики являются как раз всякие часовые механизмы, колёсики и шестерёнки. И вот такой же, отчасти такой же мир, наверное, придумывал Тенглия. Придумывал раньше, чем появился, естественно, стимпанк как эстетика. И придумывал, ну, может быть, из тех же, из каких-то тех же побуждений. Ощущение сомнения в том, туда ли нас завёл прогресс. Это всегда такое, как бы, это всегда машиноборчество, это всегда лудитство. Это всегда попытка придумать другую версию технологий, сделать другую версию времени, другую версию истории. Поэтому такая одержимость часами и временем, собственно говоря. Поэтому часовые механизмы, что время могло бы идти по-другому. Время могло бы идти медленнее. Технологии могли бы стать чем-то другим, чем они стали. И технологии могли бы стать чем-то, конечно, это и Тенглия, и стимпанк, это и пародирование технологий, и, конечно, их бесконечная романтизация. Потому что старинные гаджеты выглядят гораздо романтичнее и привлекательнее, чем современные. И любимым тоже таким форматом Тенглия, как вы уже поняли, были фонтаны. Причём это тоже, видимо, идёт с его как раз этих детских увлечений, где рассказывается, что он сооружал в лесах как раз на ручьях такие механизмы, которые работали от типа мельницы, да, мельничных колёс, которые работали от движения ручьёв, от потока воды. Вот всякие огромные конструкции, вот эти самые водяные феерии, фонтаны, которые он сооружал. Тоже в такой эстетике, но тоже таких раскатившихся часовых колёс, которые ещё потрясающе, и которые врастают всё-таки, если не в природу, то в стихии. Они потрясающе смотрятся в обледенелом состоянии. Такое ощущение, что вот их специально льдом покрывают. Скульптура Жанна Тенгли, Джо Сиферт, 1984 год, парк. На заднем плане голые деревья, трава ещё зелёная. На первом плане замёрзший водоём, в центре которого покрытая льдом скульптура Тенгли из тёмного металла. Скульптура высотой около 4 метров. Скульптура представляет собой большую металлическую опору. Слева к ней прилажено массивное металлическое колесо диаметром около 2 метров. Справа несколько колёс поменьше. Скульптура покрыта льдом. С неё свисает стена сосулек. Джо Сиферт, что это за название? Это сделан фонтан, который стоит в Швейцарии. И это посвящение разбившемуся, погибшему в автокатастрофе швейцарскому гонщику. Ну, отношение Тенгли к технике было действительно очень двойственным. Потому что, как бы он не высмеивал всех технологий, он был страшным фанатом скорости автогонок и автомобилей. И поэтому это сюжет, поэтому он действительно делает посвящение автогонщику, потому что он был его поклонником, видимо. Работа Жанна Тенгли «Шум», 1979 год. Большое пространство с каменными стенами. В центре стоит машина, созданная Тенгли. По размерам и пропорциям машина напоминает большой допотопный автомобиль. Машина состоит из огромного количества колёс, шестерёнок, маховиков, металлических труб и цилиндров разных форм и размеров. Внизу видны колёса с шинами, напоминающие колёса небольшого трактора. Сверху из машины идёт струя пара. Поэтому и часть его машин – это такие вот самоходные машины, вот такой вот невероятный фантастический агрегат, который мог нестись по дороге, который мог ездиться. Вот вещь, скульптура сделанная по заказу Рено, по-моему. Ну, какой действительно автомобильной компании и действительно с элементами настоящих этих гоночных болидов, как они называются, вот гоночных автомобилей. Посвящение Феррари, потому что он просто действительно любил эти Феррари. И все истории, но при этом как бы во всех этих историях с машинами, которые у него появляются, всегда машина – это то, что предполагает автокатастрофу. И 60-е – это фильм автокатастрофы, не фильм, в смысле роман, который был, конечно, позже экранизирован. И там был свой, как бы, своего рода культ автокатастрофы, который там присутствовал. И который вот Энгли, эти машины, которые такие немножко самоубийственные, машины, которые превращаются в алтари памяти, это тоже памяти друга разбившего и погибшего в автокатастрофе, вот такая растерзанная машина, в которой появляется еще череп, в которой появляется некая органика, которая в нее включается. Такое идолище, да, довольно устрашающее. Вот такая вот прекрасная работа, сделанная как раз для московской выставки, которая называется «Сафари московской смерти». Скульптура Жана Тенгли «Сафари московской смерти», 1989 год. Перед нами выставочное пространство с белыми стенами. На этом фоне стоит машина Тенгли. Основой скульптуры является кузов старого автомобиля темно-зеленого цвета. У автомобиля нет крыши, крупные колеса с большими шинами напоминают колеса внедорожника. Работа напоминает разбитую в автокатастрофе машину. Такое ощущение, что все ее собчасти вывернуты наружу, смешаны в одну кучу и приделаны сверху кузова. На куче проводов и металлических труб на капоте закреплены черепа крупных рогатых животных – буйволов, горных козлов и других. Над водительским сиденьем закреплен бежевый балдахин, украшенный кружевом. Справа от водительского сиденья, над всей конструкцией, возвышается ржавая железная коса. 1989 год. Машина эта работала. Считается, что Тенгли с друзьями прокатился на ней по Красной площади ночью. И предполагаю, что машина эта еще сделана специально для Москвы, так, чтобы она могла ездить только по снегу. Но вот в этой невероятной машине с колесами, с балдахинами, с черепами, рогами и так далее, наверное, такой, на самом деле, совершенно прекрасный образ лихих 90-х, которые в 89-м году сделаны. Вот какого-то провала в такую не антиутопию, а, наверное, все-таки дистопию, в которой очень интересно по-своему существовать. Вот такая дистопическая машина, в которой есть лихость и в которой есть страсть. Это такая, конечно, смертная колесика, но такая, по-своему, очень завораживающая. Вообще, всякую органику черепа и всякие Тенгли начинают включать в работы. В 80-е годы вот такая вот инсталляция, которую он делается, которая называется «Танц Макабр», «Танец смерти». Менгели – это работа, которая посвящена не только концлагерям, да, и не только… Это вещи, которые… Он уже, Тенгли жил в Швейцарии, у него было там свое ателье, поместье, да, и сгорела дотла соседняя ферма. И из обломков, которые он отвлек из пожарища, он как бы в память этой трагедии создал вот такую вот работу, в которой были, тоже появляются эти самые черепа, и появляется такой огромный монстр, который он создает, вот память катастрофы, останков и вот эти самые там всякие черепа. И органик он начинает включать в свои работы тоже с таким ощущением, что машина – это еще и то, что пытается оживить мертвое. Это то, что как бы такое псевдооживление. Но при этом это тоже такая карнавальная история, потому что все эти оживления мертвого дерева или черепов – это тоже такая игра в куклы. И даже вот этот самый огромный череп гиппопотама, который он использует в этой машине – это череп, который до этого использовались в карнавальной процессе в Базеле, который проходит там, проходит карнавал со средних веков. Это то, что неслось, как голова карнавального монстра. Скульптура Жанна Тенгли «Гиппопотам», 1991 год. В выставочном пространстве стоит машина Тенгли. По форме она напоминает большой трехколесный мотоцикл. Основу работы составляет большой цилиндрический бак из металла, расположенный горизонтально. Спереди к нему прилажено два автомобильных колеса, сзади одно. Сверху на баке закреплены другие мелкие, плохо различимые детали. К передней части машины сверху прикреплен огромный белый череп гиппопотама. Его пасть широко открыта, отчётливо видны огромные клыки на обеих челюстях гиппопотама. Ну и карнавал у него тоже постоянно присутствует. Авангард – это не авангард, это не только авангард, в смысле авангардное искусство. Это первые, это те, кто открывают карнавальное шествие. Это маски, которые использовались в этом карнавале базильском. И даже вот такие вот персонажи, как бы фигурки философов, которые он делает, тут есть вот и Энгельс, и Витгенштейн. Это тоже такие фигурки, как бы карнавального шествия. Скульптура Жана Тенгли, Жан-Жак Руссо, 1988 год. На фоне белой стены выставочного пространства стоит скульптура Тенгли. Эта скульптура выполнена из скреплённых между собой металлических деталей. Скульптура отдалённо напоминает человека. Просматриваются ноги, туловище, голова. Фигура слегка изогнута, как будто человек наклонился, чтобы что-то подобрать с земли. Роль ног выполняет низкая круглая подставка, на которой закреплено колесо. К колесу прилажены два рычага, направленные в разные стороны. К концам рычагов приделана длинная изогнутая дугой труба чёрного цвета, выполняющая роль согнутого туловища. Вдоль задней части трубы, как бы на спине, в ряд прикреплены небольшие разноцветные перья. Чёрная трубка заканчивается белым округлым предметом, напоминающим крупную кость. Кость выполняет роль головы. В месте, где кость соединяется с трубой, как бы на шее, висит длинное ожерелье из тонкой полоски жёлтой ткани, тоже украшенное небольшими разноцветными перьями. Руссо с пёрышками, поскольку он... Жан-Жак Руссо, простите, поскольку он как раз вот этого благородного дикаря. Там Кропоткин, ну, самый там невероятный набор философов. И то, что машина, в конце концов, каким-то искуплением машины, может быть, превращение её из машины, из такой серьёзной техники, в которой есть потенциал убийства, потенциал смерти, в игрушку и в лунопарк, это то, что вот Англии всегда присутствует. Он создаёт огромную, действительно, машину в лунопарке. Самое большое своё произведение он создаёт, вот этот торпедоинститут он создаёт в каком-то выкупленной бывшей фабрике. И после его смерти эту всю инсталляцию пришлось демонтировать, потому что никто не взял её, не взял расходы по ней на себя. Никто не знал, что с ней делать. Чёрно-белая фотодокументация работы Жанна Тенгли «Торпедоинститут». 1988-1991 годы. Перед нами затемнённое помещение. Помещение полностью заполнено огромными механизмами Жанна Тенгли. На переднем плане стоит высокая складная лестница-стремянка. Над ней в воздухе висит светящаяся пятиконечная звезда, сделанная из толстой электрической гирлянды. Сзади от звезды, как хвост кометы, тянутся три линии луча. На заднем плане видны большие металлические колёса, шестерёнки, множество каких-то металлических деталей, собранных в громадные механизмы. И вот одна тоже из его последних таких работ – это огромный лунопарк, но с названием «Маленькое начало ада». Такая вот очень амбивалентная работа, где есть и вот этот «Данс Макабр» и лунопарк, как то, что может, наверное, в чём может раствориться, и что может искупить вот этот самый страх перед технологией, то деструктивное начало, которое в ней заложено. Главное, чтобы технологии не внесли в себе идею порядка. Вот как только в них появляется хаос, как только в них появляется беспорядок, это перестаёт быть страшно, потому что хаос спасителен. Для анархиста, которому был в Тенгле, это очень, видимо, важная идея. Продолжение следует...